В заброшенном доме двое пьяных бездомных спорят о своей жалкой жизни. Внезапно начинается землетрясение, а из-под земли появляется человек в защитном костюме. Бездомные в ужасе от увиденного и даже теряют сознание. Но кто этот человек и откуда он появился? Всем привет, с вами Крис, и сегодня у нас краткий пересказ комедийного фильма 1999 года под названием «Взрыв из прошлого». Хочешь мальчика, буду мальчиком. Хочешь девочку, буду девочкой. Они могут и так, и этак. События фильма разворачиваются в 1962 году, во времена Карибского кризиса. Ничто не предвещало беды. Доктор Кэллоуин Уэббер организовал вечеринку, на которую пригласил всех своих знакомых и коллег. Все вокруг веселятся и общаются на бытовые темы. Как вдруг в дом забегает мужчина, который взволнованно просит включить телевизор. По телеку на Хрущева бочку катят. Президент Америки сообщает о напряженных отношениях с Советским Союзом и вероятной ядерной войне. Услышав эту новость, Келвин просит всех разойтись. Расходимся. Что ж, счастливо всем. Ведь он, как никто другой, верит в ядерный удар по США. Мужчина берет свою беременную жену Хелен, и они вместе направляются в бункер, который мужчина втанье ото всех строил долгое время. В этот момент над городом пролетал истребитель, который начал терпеть крушение из-за неисправности. Пилот катапультировался, а вот самолет направился прямиком на дом Уэбберов. После жесткого приземления и последующего взрыва, Келвин окончательно поверил, что началась бомбардировка. Замки и убежища автоматически закрылись на 35 лет. Именно такой срок периода полураспада радиоактивных элементов. Тем временем на поверхности власти и соседи считают, что Уэбберы погибли в результате авиакатастрофы. Внутри бункер выглядит как обычный дом, чтобы было привычнее. Хелен рассматривает все вокруг, но внезапно у нее начинаются схватки. Келвин принял роды сам. В бункере у них есть абсолютно все для жизни. Все таблетки, все продукты, бесконечное электричество и даже стройматериалы. Уэбберы имитируют реальную жизнь как только могут. Их рожденный сын потихоньку взрослеет. Они назвали его Адам. Келвин учит его науке, боевым искусствам, спорту и даже политике. Хелен, с другой стороны, обучает мальчика хорошим манерам, танцам и социальным навыкам. Келвин показывает сыну бейсбольные карточки, которые он раньше собирал, но Адам даже не знает, что такое бейсбол. Что такое бейсбол? На поверхности уже 91 год. Прошло много лет и люди очень сильно изменились с 1965 года. От спокойных и миролюбивых они становятся агрессивными. Наступает 95 год. Вся семья празднует день рождения сына. Они дарят ему подарки и спрашивают его, что он загадал. Адам говорит, что он очень хочет познакомиться с девушкой. Келвин признается, что когда они выберутся, он будет сильно скучать по убежищу, но Хелен с этим не согласна. Женщина плотно подсела на алкоголь и начинала сходить с ума. И вот наступает тот самый день, когда двери в бункере открылись. Прошло 35 лет. Снаружи люди спорят о том, существует ли Бог. Келвин, как и планировалось, поднимается из-под земли в радиационном костюме. Его появление шокирует бездомных. Мужчина не может поверить, что его дом превратился в заброшенный бар. От увиденного он ужасается. Вокруг бомжи, женщины легкого поведения, грязь и разного рода непотребства. Хочешь мальчика, буду мальчиком. Хочешь девочку, буду девочкой. Вернувшись в бункер, он говорит семье следующее. Люди выжили, но похоже радиация породила под виды мутантов. Они могут и так, и этак. Он считает, что снаружи творится полный хаос и уговаривает семью продолжить жить в убежище. Хелен с этим не согласна. Она категорически возражает против дальнейшего пребывания в бункере. У Келвина внезапно случается сердечный приступ, и он серьезно заболевает. В то же время запасы заканчиваются. Хелен считает, что лучше отправить Адама на землю и купить все необходимое. А парень же хочет найти себе девушку. Я иногда думал об этом. Последние 15 лет где-то. Выходя на поверхность, он встречает того самого бомжа. Бомж думает, что Адам – бог. Адам впервые видит небо, других людей, и для окружающих он выглядит странно. Он садится в автобус и заводит разговор с рядом сидящими, что заставляет людей немного понервничать. После этого Адам находит гипермаркет, чтобы закупить продовольствие. В магазине он осознает, что не знает адрес своего дома, и по сути, он потерялся. Он садится в автобус и едет куда попало. Выйдя на остановки, он замечает магазин скупки бейсбольных карточек. Он собирается продать их все, не зная то, насколько эти карточки дорогие. Девушка по имени Ева предупреждает парня, что владелец магазина хочет его обмануть, и что эти карточки на самом деле стоят целое состояние. Адам влюбился в Еву с первого взгляда и уходит вместе с ней. У них завязывается диалог, в ходе которого Адам случайно пугает девушку. Он просит отвезти его до отеля, а за это он подарит ей карточку за 4000 долларов. Ева соглашается. Довезя его до отеля, девушка забирает карточку и сразу же уезжает. Заселившись в номер, Адам замечает окно и пугается высоты. Для него очень много вещей непривычно, например, видеть красивых девушек по телевизору. Но вдруг, неожиданно, Ева приезжает к нему в отель. Она признается, что не может взять ту дорогую карточку себе, ей очень неудобно. Он узнает, что у нее нет ни парня, ни мужа. Спасибо! Эй, прекрати! Адам очень сильно этому рад и признается, что влюбился в нее. Но Ева не хочет никаких отношений, потому что она не доверяет мужчинам. Каждый раз она влюбляется только в красивых и глупых парней. И Адаму приходит идея. Он предлагает Еве работу. Она должна продать все его бейсбольные карточки и помочь закупить продукты и провизию. Плюс помочь все это доставить до его дома. Говорит, что это займет примерно две недели. После обсуждения зарплаты девушка соглашается. Они закупают огромное количество разных товаров и загружают все это в грузовик. Ева отвозит Адама в отель и говорит, что завтра в 8 утра заедет за ним. Утром они увезли все эти продукты на склад. Им еще много чего нужно закупить. Адам признается, что без Евы он бы не справился. Без тебя я бы совсем пропал. Сидя в машине, Адам просит ее об услуге. Ему крайне необходимо найти себе жену. Поэтому просит Еву найти себе женщину. Главное, чтобы она не была мутанткой. Это сложнее. Ева дает ему покататься на машине, но он чуть не попадает в аварию. Они приехали к ней домой. Там она встречает своего бывшего, который забирает свои вещи. Адам ночует у Евы. Там он знакомится с другом Евы по имени Трой. Он голубой, кстати. Ева пытается угадать, откуда прибыл Адам и берет его за руку, чтобы погадать ему. Она думает, что он прибыл из Аляски. Адам делает вид, что она угадала, а Трой пытается допросить Адама. Между тем, Хелен попыталась подняться на поверхность. Но, встретив там чокнутых людей... Она спускается обратно. Адам идет кататься на роликах. Он продолжает рассматривать людей и мир вокруг. И вдруг замечает океан. Скидывая с себя одежду, он идет купаться. Он очень счастлив, что наконец увидел океан своими глазами. Ребята продолжают развозить провизию. И даже посетили бейсбольный матч, чтобы Адам наконец узнал, что такое бейсбол. Адам снова задумывается о поиске жены. Ева явно намекает ему, что хочет стать ему кем-то больше, чем просто подругой. Но Адам этого не понимает, и они приезжают в клуб. Там оказывается подруга Евы, Софи. Но Ева не хотела бы, чтобы они были вместе. Потому что Софи слаба на передок. Ева выбирает девушку в клубе, чтобы Адам к ней подошел знакомиться. У него совершенно случайно получается флиртовать. И вместо одной девушки, Адам идет танцевать сразу с двумя. За этим наблюдает Ева, и по ее лицу понятно, что она очень сильно его ревнует. Ева зовет Адама к столику. Он только начинает рассказывать ей свое настоящее прошлое, как вдруг подходит бывшей Евы и уводит ее. Адам этим недоволен и подходит к ним. Бывший Евы хочет избить Адама, но он защищается. Так, как его обучал отец. Ева ссорится с Адамом и уходит домой. Трой заметил, что Ева влюбилась в главного героя, но девушка не хочет этого признавать. Трой говорит, что Адам уехал с Софи, и это вызывает у Евы паническую атаку. Девушка хочет поехать за Адамом. Она выбегает из дома и садится за руль, но тут появляется Адам и случайно пугает ее. Дома он залечивает раны Евы и поет ей песню. Они целуются, но тут Адам признается, что не знает, каково это быть с девушкой. И он рассказывает ей всю свою историю. О том, как отец создал бункер под домом. О том, как когда-то взорвалась ядерная бомба, и они засели там на 35 лет. Но Ева не верит Адаму и просит его уйти, думая, что он спятил. На следующий день Адам замечает то самое место, которое находится над бункером, и наконец-то может вернуться домой за родителями. Приехав к Еве, Адам встречает незнакомых людей. Они просят его рассказать о своей жизни в бункере. Это оказываются врачи из клиники, которых вызвала Ева. Адам убегает от них. Ева перепугана, а Адам уезжает. Он приезжает домой и рассказывает обо всем происходящем родителям. Ева приходит к нему в номер отеля, забирает его карточки и собирается вернуть их Адаму. Они обнаруживают, что его вещи на самом деле из 60-х годов и понимают, что Адам не врал и он не сумасшедший. Трой также находит цены и сертификаты акций от IBM, которые в настоящем стоят целые миллионы. Адам все время говорил правду. Ева отправляется с Тройом на его поиски и встречает его совершенно случайно. Ева бежит к Адаму навстречу, и они целуются. В то же время Келвин готовится снова запереть свою семью внутри еще на 10 лет. Адам берет Еву к своим родителям. Вскоре Ева наладила отношения с семьей Адама. Адам говорит своим родителям, что ему нужно отлучиться с Евой, прежде чем вернуться в бункер. Келвин и Хелен соглашаются закрыть убежище еще на два месяца. В это время Адам и Ева продают акции отца. Позже он строит своим родителям новый дом за городом. Он идентичен их дому, который был разрушен в 1962 году. Адам рассказывает, что атомной войны никогда не было и не было никакой бомбежки. Вместо этого на их дом упал самолет, а Советский Союз фактически распался сам по себе. Однако Келвин все равно планирует построить новое бомбоубежище, несмотря на все рассказы сына. Друзья, не забудьте подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Пишите лайки и ставьте комментарии. Таким образом вы безумно поможете каналу в развитии. Всем бобра и до новых встреч!